В этом году 30-й Всероссийский Олимпийский день приурочили к 125-летию создания Международного Олимпийского Комитета и Вторым Европейским Играм в Минске. Порядка 700 человек встретились в Гагаринском парке Симферополя. Кто-то пришел сюда впервые, а кто-то в легкоатлетических забегах уже частый гость. Тем не менее, объединяет всех одно – спорт. Этот праздник – награды Олимпийского Совета Крыма. Спорт вне политики, спорт единый, что спорт – это здоровье, и такие мероприятия, они, конечно, привлекают и пап, и мам, и детей. Любовь к спорту Игорю Буркацеву пришла в осознанном возрасте. Настоящим культуристом мужчина стал только в 51 год, сподвигло его на это плохое самочувствие. Вес составлял порядка 100 килограммов. Тогда для мужчины лучшим помощником в борьбе с лишними сантиметрами стал бег. Вес удалось сбросить, а вот любовь к марафонам и спорту живет с ним по сей день. Сегодня мужчина бежит в 8-километровую дистанцию. Для меня это здоровье. До 51 я болел. Ноги, колени, опухали, всякие болезни были. А вот 7 лет я в больницу не обращался ни разу, и все перестало болеть. Таблетки вообще никогда, даже простудных нет заболеваний. Для меня здоровье. В сегодняшнем забеге смогли принять участие все желающие, жители и гости из разных уголков полуострова, различных возрастов и физической подготовки. Спорт для всех – главный лозунг забега. Удивительно, что в сегодняшнем марафоне участвуют даже самые маленькие любители атлетики. Максиму 2,5 года, и он, как и его ровесники, жадно прорывается к финишной черте. Признается, что хочет связать свою жизнь со спортом. Мне нравится спорт, и я буду с марш-спеном. Мама мальчика выбор только приветствует. И с младенчества прививает любовь к активному образу жизни. Мы участвуем не в первый раз, участвуем и в соревнованиях велосипедных. Но мы считаем, что пусть наш сын будет приобщен к спорту с самого раннего детства. В забеге на 200-метровой дистанции к финишной черте Лев прибежал первым. Эта победа досталась ему непросто. Он упорно тренировался и напролом шел к своей цели. Я очень рад, что я бежал. Я очень старался и победил. Международный Олимпийский день ежегодно отмечают во всем мире 23 июня. В память о возрождении Олимпийского движения в его современном виде. В сегодняшнем марафоне победители лишь номинально. Самое главное у каждого уже есть. Сила, здоровье, бодрость духа и выносливость. Анна Беляева, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ.